Сергей Жирнов, специалист международных отношений и спецслужб, колишний старший офицер Службы Завнешней Розвитки КДБ СРСР и России. Сергей Олегович, приветствую вас. Здравствуйте, Ангелина. Привет всем нашим зрителям. Я закликаю традиционно подписываться на YouTube-канал «Сейчас» и также подписываться на авторский YouTube-канал Сергея Жирнова. Ставьте нам подобайки и поддерживайте вашими комментариями. Мы записываем с вами этот стрим 14 июня в 11.07. Недавно в Украине объявили масштабную воздушную тревогу в Киеве, а также в Киевской и Хмельницкой областях прозвучали взрывы. Кроме того, этой ночью Российская Федерация запустила больше 10 ракет и 17 шахедов. Как вы думаете, может ли быть такое обострение вызвано дипломатической деятельностью Украины? Вот «Большая семерка», саммит в Швейцарии, потом саммит НАТО. Наверное, это все очень не нравится Путину. Да, конечно. Это просто откровенное объяснение, потому что, во-первых, там были еще несколько уже... То есть на прошлой неделе начался большой дипломатический тур президента Зеленского по Европе. Встречи очень значимые с значимыми людьми. Восьмидесятилетие высказки союзников в Нормандии, куда Россию не пригласили. И Зеленский, где представлял фактически Советский Союз, который был победителем вместе с западными странами в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Потом переезд в Италию на «Большую восьмерку». Практически я уже говорю, что президента Зеленского так часто теперь приглашают на «Большую семерку», что он практически стал полноправным членом вместо Владимира Путина. Ну и плюс «Рамштайн», который был, конференция в Берлине по восстановлению Украины, затем медная конференция в Швейцарии. То есть да, конечно, это прямой ответ. Плюс у России там был какой-то праздник, не праздник, 12 июня. И тоже они, так сказать, подарок от России и Украине прислали в виде шахедов и ракет всяких. То есть, безусловно, это, конечно же, связано напрямую, потому что это видно, что это их заедает, это видно, что это им не нравится, это видно по истерическим реакциям, по разговорам постоянным. Потому что, вы знаете, вот у меня есть одна старенькая бабушка, которая там иногда, ну, с кем-то там поссорится, и вот потом мне рассказывает, вот я там поссорилась с этими, вот они там это самые и так далее. Но начинает разговор с того, ну, мне-то вообще-то наплевать на все это дело, я с ними, типа, не дружу. Но вот раз объясняет, я постоянно в максимально тактичной форме пытаюсь объяснять, что если бы вам было наплевать, то вы бы не говорили об этом целыми днями. То есть если вы постоянно об этом говорите, значит, вам далеко не наплевать. Значит, вы, вас это заедает. И вот у Путина это видно, это видно, это у Путина по реакции Лаврова, по реакции всех этих пропагандистов, по реакции Захаровой, по реакции Медведева, по твитам Медведева. Это видно, что им не наплевать. И вот, кстати, Китаю тоже, вашей конференции, тоже далеко не наплевать. Потому что если бы им было наплевать, ну, зачем надо тогда отговаривать людей? Ну, если вам не нравится, что там происходит? Если вот реальная вещь, которая вас не волнует. Ну, там, я не знаю, грубо говоря, если не прямо в вашем дворе, а где-то за 35 дворов от вашего дома, какая-то пьяня где-нибудь там соберется, да, и будет пить там ханку, то вот вас это не волнует, и вы не будете по этому поводу ничего высказывать. Вот вы будете высказывать, если она в вашем дворе начнет собираться, да, или если наоборот в вашем дворе вдруг у вашего соседа организована будет огромная свадьба красивая, где приедут значимые гости, где все приедут на красивых машинах, а вот вы окажетесь в виде этой пьяни, которая, значит, смотрит со стороны, которую не пригласили на красивые мероприятия. И вот посмотрите, президент Зеленский встречается с лидерами мировыми Соединенных Штатов Америки, Франция, Германия, Италия, Канада и прочее. А Путин, ну с кем встречается Путин? Лукашенко, Ким Чен Ын во Вьетнам, извините меня за выражение, поедет, хотя Вьетнам, в принципе, довольно большая и успешная страна, но все-таки это коммунистическая страна, где до сих пор есть еще политбюро ЦК, значит, этой самой Вьетнамской коммунистической партии. То есть понятно, что у Путина здесь в этом смысле огромный разрыв, то есть он среди маргиналов мировых находится, он среди вот этой мировой пьяни, которая чего-то там горланит какие-то пьяные песни и грозит всем ядерной дубиной. А Украина давно уже встроена в западный мир, Путину это неприятно, потому что Путин раньше был встроен в западный мир, но он же идиотски сам это сам и разрушил. А теперь, когда он сам разрушил, он же не может признать свою собственную ошибку и сказать, что он сам собственными руками разрушил свое место в западном мире. Его там, в принципе, не уважали, но его туда пускали, с ним разговаривали, с ним общались, с ним заключались договоры какие-то, с ним, я не знаю, переговаривались, к нему ездили, его принимали и так далее. Он же сам все это дело разрушил. То есть если бы вот так состоялось, что его просто вытурили бы, допустим, из этого закрытого клуба, то это одно. Но он же сам туда не поехал. То есть он же сам, вот мы помним, когда в 12-м году, значит, он перезбрался на третий срок, была, значит, большая восьмерка в Соединенных Штатах Америки, в Чикаго, по-моему, вот, и Путин сказал, что у меня, типа, вот я занимаюсь формированием правительства, поэтому я к Обаме не поеду. Вот, ну, кто же его заставлял-то? Ну, и потом ему сказали, ну, не едешь так, ради бога, и не езжай тогда, без тебя обойдемся. И вот теперь Украина представляет, стала полновравным тебе на большой восьмерке практически. Да. Также США и Великобритания ввели санкции против московской биржи, а также десятка в российских компаниях и банках. В соцсетях распространились фотографии, как россияне выстраиваются в очереди к банкам и к обменным пунктам. Также эксперты говорят, что, по сути, Российская Федерация возвращается в 90-е. Как вы думаете, станет ли Путину тяжелее финансировать свою военную машину? И вообще, бьет ли это по имиджу самого Путина внутри страны? Ведь, наверное, россияне, у которых еще что-то осталось там под подушкой, переживают, чтобы это не пропало. Это очень важная вещь, это очень обидная вещь, и очень больная вещь для Российской Федерации. Потому что, когда Путин говорил, что вот там какие-то американцы со своими долларами лезут тут в виде мировой валюты, это все неправильно, и китайцы, кстати, тоже пытались говорить. Им в ответ все экономисты говорили, что говорить-то это можете сколько угодно, но доллар реально является мировой валютой. Реально является мировой валютой, и никакой реальной, так сказать, альтернативы этой валюты нету, потому что даже евро является уже второй валютой, и менее сильной, и менее ходимой, и ходящей. А уж крипта хоть и пытается стать такой, но она слишком сложна. И этот механизм еще пока что не работает, он слишком виртуален для того, чтобы его принимать за механизм реальный. И в этом смысле бессмысленно критиковать вещь, с которой ты не можешь бороться. И Путин говорил, что давайте мы перейдем к исчислению нашей внешней торговли в рублях, будем там торговать в юанях, в рупиях. Ну вот начал он торговать в юанях, в рублях и рупиях с Китаем, с Индией, и с Российской Федерацией со своей. И что? Вот наторговал он там на 35 миллиардов долларов в долларом эквиваленте рупиями, и теперь не знает, что с ними делать, потому что нечего на эти рупии купить. Индейцы говорят, это куплено на рупии, значит, потратите вы можете только у нас в экономике. Значит, надо вкладывать в индийскую экономику и развивать таким образом не свою экономику за счет выигранных таким образом денег, а индийскую экономику. А дальше они говорят, что даже те предприятия, которые вы у нас там купите, вы не можете выводить, значит, свои доходы за территорию Индии, то есть это просто поддержка индийской экономики. И Путин понял, что да, вот они говорили, что а мы продаем нефть, и нам без разницы, что Запад у нас не покупает нефть, вот у нас зато индийцы купили огромное количество, ну и купили на огромное количество, практически получил, что купили у вас бесплатно. То есть не купили, а вы им просто отдали эту нефть, потому что в результате индийцы вам зачислили на корреспондентских счетах в Индии фантики, которые ходят только у них, вот, и все, и с этими фантиками вы никуда, вы их даже вывезти, эти фантики никуда не можете, вы ни с кем расплатиться этими фантиками не можете, вот, в отличие от долларов, потому что доллар куда ни приди, у тебя по его приму. И самое страшное это было именно в Российской Федерации, потому что Путин вот это все говорил, вроде, для этих самых, для людей, которые там против западного мира, против США, им это было приятно, там типа Догиных каких-нибудь там и так далее, да, вот, но это люди идеологически настроенные, которые не понимают, как работает экономика. В отличие от них, весь остальной российский народ, он отлично понимает, как работает экономика, он понимает, что для того, чтобы сохранить свои деньги, их надо регулярно переводить в доллары, потому что неизвестно, что с этими путинскими стабильными деревянными рублями станет, вот, а с долларами-то точно ничего не станет, вот, и хотя там есть постоянный разговор, что когда-нибудь доллар обрушится, вот видите, Соединенные Штаты Америки, там у них 56 триллионов долларов за должность перед всем миром, ну, ради бога, ну, какая разница-то, они же печатают эти доллары, то есть это федеральная резервная система, которая контролирует эмиссию и, значит, оборот долларов, и от нее все зависит, она что захочет, то и сделает, вот, она завтра объявит, что все до сих пор выпущенные долларовые купюры просто не обслуживаются, и все, и до свидания, что вы сделаете с нею, но вот у вас образуется там куча бумажек, вот, а других-то бумажек никаких нету, кстати, Штаты в этом смысле, в отличие от Российской Федерации, абсолютно хорошо обслуживают свою валюту, потому что вот раньше, до некоторого момента, любые доллары, которые когда-либо выпущены были в Соединенные Штаты Америки, имели хождение наравне с теми, которые выпускаются и имитируются сейчас, любые. Потом они сократили этот срок, и сейчас, по-моему, это доллары, которые выпущены после 1914 года, или что-то в этом роде. Но это равносильно тому, что Путин бы сказал, что царские рубли принимаются как платье в любых банках Российской Федерации и в любых российских банках по всему миру. Вот, а Российская Федерация в этом смысле не расплатилась даже с царским займом европейским, который, значит, они там накануне Октябрьской революции и большевики отказались его выплачивать, они были идиотами, потому что, кстати, из-за этого до сих пор у Российской Федерации плохая кредитная линия за рубежом, потому что вот во Франции, например, все прекрасно помнят русский займ, да, царский русский займ, который Советский Союз и потом Российская Федерация отказалась выплачивать и признавать. Вот, так что в этом смысле здесь все понятно, российский народ в этом смысле гораздо более экономически подкован, чем Путин, потому что Путин говорит идеологемами, там типа доллар плохой, потому что штаты плохие, а все россияне вкладывают деньги, свои избережения в доллары, потому что знают, что путинский рубль, хоть он и хороший, но на самом деле он может исчезнуть завтра, а доллар никуда не исчезнет. В социальных сетях сплетничают, что, мол, многолетняя глава Российского Центрального Банка Эльвира Набиулина очень плохо отреагировала на эти санкции, и что, мол, она попросилась в отставку, но отставку эту не приняли. Как пишет генерал СВР, который, как утверждается, имеет какие-то свои источники в Кремле, говорит о том, что Набиулина прямо сказала, что конца не избежать. Ну и так же, как пишут западные СМИ, в частности, Блумберг, что у Эльвира Набиулина имеет исключительное право говорить Путину то, что ему не нравится, поскольку он долгие годы знает ее как откровенного человека, неподвластного коррупции. Что вы об этом думаете? Ну, насчет того, что там откровенно что-то она там Путину говорит, это я в этом деле сомневаюсь, потому что Путин откровенно ничего не говорит. То, что она многократно подавала в отставку, это тоже известные вещи, об этом тоже многократно говорилось, и ей многократно отказывалось. По этому поводу, в общем, это пока что не информация, это такой пока что информационный шум, потому что информация это станет тогда, когда мы, допустим, увидим сообщение ТАСС о том, что Набиулина ушла в отставку. Вот если она уйдет в отставку, то это станет информацией. Пока что она хочет в отставку, это, знаете, разговоры ни о чем. Это вот разговоры о Путине в холодильнике, примерно то же самое. Увы, который, кстати, то же самое говорит, тот же самый источник, на который вы сослались. И этот телеграм-канал публиковал многократно историю о том, что Набиулина просится в отставку, а Путин ее не пускает. Потому что, в общем, у него еще хватает ума, вы будете смеяться, держать людей, которые хоть что-то, чего-то там могут делать. Кстати, в этом смысле Сюланов, например, стал практически сейчас вторым по длительности министром, который остается в правительстве Путина. Потому что самый длительный министр, после того, как Шойгу ушел с поста министра обороны, а он был рекордсменом, он был там больше 30 лет, еще при Горбачеве начинал, но при Ельцине-то точно, то теперь 20 лет Лавров сидит на своем месте с 2004 года, а следующий по длительности Сюланов, который сидит 14 лет. И Путин просто понимает, что можно их отправить в отставку, а кто будет управлять экономикой? Кто будет держать все это дело? Потому что, вот как мы с вами перед этим говорили про рубли и про доллары, но вот сейчас, допустим, уйдут из оборота доллары, а это значит, что рубли станут просто бумажками. Если они не обеспечены долларами, если они не обеспечены евро, а мы знаем, что 250 миллиардов этого самого обеспечения арестовано за рубежом, то есть иностранная валюта, которая обеспечивала стоимость рубля и его стабильность, значит, она арестована в зарубежных банках и идет разговор о ее конфискации полной. Вот, то есть, в принципе, тогда начнется инфляция совсем другая. Сейчас уже идет огромная инфляция, которую скрывают государственные органы. Они говорят там, что просто она у них там 4, 5, 6%, 7%. На самом деле она двузначная, потому что люди, которые ходят в магазины, они же видят, как ценники меняются, они же видят, как у них там меняется батон хлеба и батон колбасы, сколько стоил килограмм колбасы до этого и сейчас. А если вот сейчас, наконец, ввели эту более жесткую меру против Российской Федерации, и она действительно может обрушить экономику, потому что экономика – это вещь очень… С одной стороны, вроде бы Российская Федерация может обеспечить стабильность своей экономики, потому что она просто большая. Мы говорим, смотрите, сколько у нас территории, но вот мы же не можем быть нищими при такой территории, мы же не можем быть нищими при таком огромном количестве ископаемых полезных, которые нужны всему миру там и так далее. Но это, в общем, довольно формальный подход к экономике, потому что на самом деле территория, которая не работает и которая неэффективна, ископаемые, которые не работают и которые неэффективны, они на самом деле перестают учитываться этой экономикой. Получается, что вы просто печатаете ничем не обеспеченные бумажки. И больше того, экономика, которая начинает работать на войну – это плохая экономика, потому что она не производит… Она формально производит прибавочную стоимость, потому что, да, заводы работают, да, какие-то там, значит, компоненты были задействованы, и Крым прибавлен был труд на их производство. Но зачем это все уничтожается на полях войны? То есть на самом деле вся эта прибавочная стоимость не работает дальше в экономике. Она не начинает производить новую стоимость и начинает производить новые богатства. Она просто уничтожается. И экономика военная такая, она на самом деле очень слаба. И Путин сам виноват, что это так происходит. Никто его не толкал в Украину. Он говорит, что на него напали, никто на него не нападал. Это абсолютно… И это все понимают. Это прекрасно все понимают. Потому что Путин говорит, ну вот, всем же ясно, что на нас напали. А ему говорят, да нет, никому не ясно. Надо просто посмотреть, чьи танки на чьей территории. То есть если на тебя напали, почему натовских танков нет на территории Российской Федерации? Почему украинских танков нет на территории Российской Федерации? Так что не надо нам рассказывать, кто на кого напал. И то же самое с рублями и с долларами. Он может рассказывать сколько угодно. Значит, рубль замечательный, а доллар плохой. Вот ему ни один человек реально, даже самый последний кочевник какой-нибудь там в Сибирске, в Туве где-нибудь там или в Алтайском крае каком-нибудь, он это прекрасно понимает. И Набиулина, и Силуанов – это люди, которые позволяют еще этой убогой, маленькой, карликовой экономике, убогой, маленькой, карликовой страны в экономическом плане держаться на плаву. И о новичках в российском правительстве. Белоусов подружился с военкорами в начале недели, он провел с ними встречу. Ну и еще до августа прошлого года некоторые эти блогеры, они наоборот поддерживали Пригожина и критиковали тогда Шойгу. Обвиняли его в устаревшем оборудовании, в мясных штурмах. Но сейчас блогеры очень довольны, сказали, что положительный получился разговор с Белоусовым. Как думаете, станут ли вот эти зет-патриоты обслугой Белоусова? Или точно так же начнут со временем критиковать, как и Шойгу? Одни, им приятно то, что их позвали. Сколько им приятно, что их позвали, то вот это был правильный ход Белоусова. Это такой пиар-ход был абсолютный. Потому что большинство ведь людей, даже когда они еще там жалуются на вас, кричат куда-то, и правильный администратор делает всегда что? Он их собирает, и он дает им возможность высказаться. Высказывайтесь, вот пожалуйста, да, я вот правду матку, да, туда, сюда. А потом говорит, все, и теперь мы с этим будем бороться. И ничего не делает. И эти люди, они же все-таки глупые в большинстве своем. Им приятно то, что их позвали, что их выслушали. Вот они сказали, вот видите, какой мудрый руководитель, он нас выслушал. Вот, а дальше более умные люди, по-настоящему умные люди им говорят, ребята, ну вас выслушали, и что дальше? И что изменилось? И что вот реально изменилось на фронте? И что реально изменилось там в отношении не только к вам, но и к тем людям, чье мнение вы высказываете, и чем рупором вы являетесь, или, так сказать, претендуете на что? Вот, а с ним ничего не изменится, и никогда не изменится. Потому что Белоусов не может изменить на фронте ничего, потому что у него страна со слабой экономикой, которая не может производить современное оружие. И слава богу, кстати, вот, самого Белоусова понизили и поставили на Министерство обороны. И он сейчас пытается там что-то перестроить, но в результате будет достигнута только реорганизация, а значит будет бардак. Потому что когда вы рушите какую-то выстроенную систему, пусть она плохая, пусть она коррумпированная, но она работала, эта система, а вы ее останавливаете. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, у вас идет, значит, катится по рельсам состав, у которого что-то там постоянно ломается, но он все-таки катится. А потом вы говорите, а мы сейчас начнем его, вот надо его по-настоящему там перестроить, но для этого его надо остановить. И вот вы останавливаете этот состав и начинаете чинить то, что там вы считали, что у вас там ломалось там и так далее. Но состав не катится никуда, он остановился, все. И вот Белоусов именно этим и занялся. И плюс он занимается собственным пиаром, потому что он, значит, его же в армии, в принципе, никто за своего не считает. Он цивильный человек, которого поставили сверху надзирателем над военными. И военные его точно так же, так сказать, относятся к нему с презрением, как относились к Шойгу. Но Шойгу не любили больше, потому что Шойгу, так сказать, пиарился, сильнее, дольше сидел. Он 30 лет, ну там в армии, как министр обороны, конечно, не 30 лет сидел, но все равно. Но Шойгу в этом смысле, он был популярнее Белоусова, потому что Шойгу позволял всем в Министерстве обороны воровать. Он сам воровал и всем позволял воровать. А теперь пришел такой белый, пушистый Белоусов, и который говорит, мы всех сейчас это к ногтю, вот, и кому ж понравится, что раньше я воровал, а теперь мне нельзя воровать. То есть он на самом деле враг всем этим людям. Вот, и я вам давно уже говорил сразу, с самого начала, уже месяц назад, когда его поставили, я вам говорил, что Министерство обороны теперь встанет на 6 месяцев. Это как минимум. Вот, потому что пока они все это дело запустят, то есть вот сейчас состав они остановили, он никуда не катится, и они пытаются там чего-то там, значит, в нем подкрутить, поменять там, я не знаю, там и так далее. Вот, но у него же, он же не волшебник, у него же, вот мы только что перед этим говорили там про проблемы экономики, вот, у Белоусова ничего сам не решает. То есть ему согласовали некий бюджет, да, а дальше на этот бюджет надо чего-то там где-то клепать и чего-то поставлять в армию. Вот, и раньше смазочным маслом этого механизма, этих шестеренок, этих подшипников была коррупция. А теперь Белоусов говорит, всего коррупции нету, а значит нет масла, а значит не крутятся подшипники и не работают шестеренки. Вот такая история с Белоусовым. Ну, а то, что он встретился там с этими корреспондентами и им что-то пообещал. Но, вы знаете, во Франции есть хорошая поговорка, я сейчас попытаюсь ее быстренько перевести на русский язык, что обещания обязывают только тех людей, которые верят в эти обещания. А те, кто дает эти обещания. Красиво. Сергей Олегович, еще один головняк Путина появился, премьер-министр Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил, что не поедет в Беларусь, пока ее президентом является Александр Лукашенко, поскольку тот поддержал Азербайджан в войне за Нагорный Карабах в 2020 году. Также появилась информация от политика, что Беларусь даже поставляла оружие в период войны в Нагорном Карабахе Азербайджану. Ну, и пообещал премьер-министр Армении, что республика выйдет из организации договора о коллективной безопасности, где, по сути, руководит Российская Федерация. Как вы думаете, что будет означать этот шаг в контексте Российско-Украинской войны? Ну, я думаю, что напрямую на Российско-Украинскую войну, к сожалению, никакого влияния не окажет, потому что, в общем, разговор о какой-то периферии геополитической. Здесь ничего нового нету, то есть здесь все идет своим путем, все логично, потому что Армения уже про это говорит, ну, последние четыре года, с тех пор, как она проиграла в 2020 году, осенью 2020 года войну Азербайджана. Вот, ее не поддержал ОДКБ, Путин отказался представлять ей свои войска, а потом ввел своих миротворцев, но опять же ввел их, как бы, ну, со стороны азербайджанской, вот, как бы, за консервацию конфликта в выгодной Азербайджану стадии. А когда Азербайджан вот в этом году начал, значит, освобождать свою территорию, просто пользуясь ситуацией, что никто ничего не может сделать, и миру не до Азербайджана, и до Армении, то Путин кинул просто Армению, он не стал ничего делать, не стал возражать Азербайджану, и таким образом Армения потеряла, в общем, логично совершенно всякий интерес к ОДКБ и ко всем этим играм. Потому что, на самом деле, ОДКБ – это просто игрушки, это вот, это даже не НАТО, да, всем понятно, что это путинская игрушка в ответ на НАТО, то есть попытка создания какого-то блока оборонного, который заменил бы Варшавский договор, который, значит, закончился с распадом Варшавского блока и Советского Союза. Вот, то есть здесь все логично. Вот, у самого Пашиняна, кстати, в этом смысле это ответ на его внутреннюю политическую повестку, потому что там идет у него внутриполитическая борьба, там оппозиция его собирается постоянно увольнять, куда-то скидывать. Ну, вот, там даже, в общем, манифестации какие-то происходят, разгоны полиции этих манифестаций в Ереване. Но поскольку это все идет на полях, то есть на маргинальное какое-то неглавное событие, то практически отслеживают только люди, которые сидят внутри этой повестки, то есть, ну, грубо говоря, армяне сами отслеживают это, люди, которые занимаются этим регионом, они как-то еще что-то там печатают и прочитают. Вот, а основные люди, конечно, за этим даже не следят, вот, и понятно, что там ситуация сложная, и в ответ может быть еще ухудшение для Пашиняна, потому что Путин может так или иначе сказать, что, ну, Армения слабое звено вообще в таком западном мире, потому что армяне, естественно, в пику азербайджанцу, азербайджану переключились на, значит, такое межгосударственное. Межгосударственное отношение, ну, во-первых, с Францией, который традиционно, поскольку там сильно очень армянская диаспора, значит, отношения с Францией возобновились или активизировались, и плюс Соединенные Штаты Америки, даже армяне проводили какие-то там совместные учения, пусть там это все было маленькое, там на уровне взвода, рота, батальона максимум, вот, но тем не менее это было, вот, и Путин может сказать, что дай-ка я сделаю какую-нибудь бяку и покажу россиянам, что вот я могу чего-то там покорять где-то, вот, Украина не получается, потому что говорили Киев за три дня, а вот уже там скоро три года, а никакого Киева и близко нет. Вот, и он может воспользоваться моментом, чтобы устроить какую-то заваруху в Армении, потому что в Армении нет своей армии, ну, серьезно это доказали эти две войны с Азербайджаном, которые Армения логично проиграла. Вот, и в Армении, в общем, сложная ситуация на самом деле, вот, но то, что Пашиняна никуда не увольняют, потому что это тоже понятно, потому что, ну, а кто ему что, вместо него придет какая-нибудь там пророссийская партия, и что будет лобызаться с Путиным, но Путин же доказал, что ему наплевать на Армению, строго говоря, да, то есть, вот там, так же, как ему, кстати, наплевать на Грузию, вот, и так далее, и меня удивляла, удивляла, кстати, соседняя Грузия, которая вот там идет в фарватере России, но она идет, строго говоря, скорее всего, просто, чтобы на нее не нападали, да, чтобы вот отдала свои 20% территории, значит, Абхазия и Южная Осетия, ну, и типа про нее забыли, забыли, да, вот там есть какой-то бензинский, Нина Иванишвили, который чего-то там проводит путинскую политику, но все-таки проводит сам, да, и у них какие-то там даже демократии есть, какие-то выборы там и так далее, вот сейчас просто они начали принимать странные законы, вот, которых от них никто не требовал, кстати, это просто их собственная инициатива, вот, так что в Армении сложная ситуация, вот, и то, что Польшинян обиделся, так сказать, публично на Лукашенко и сказал, что вот я к нему типа не поеду, Ну, то есть это тоже, в общем, хороший ход такой дипломатический, потому что у них и так, в общем, отношений никаких почти не было, да, то есть трудно отказываться от того партнера, с которым ты, от которого ты зависишь, а поскольку ты не зависишь, в общем, от Белоруссии или не очень сильно зависишь, то ты можешь говорить о том, что, а вот я к нему и не поеду, зелен, виноград это называется. Ну, и также в Кубу прибыли российские корабли. Фрегат при входе в бухту запустил десятки ракет. Минобороны Российской Федерации заявили, что учения подводной лодки «Казани» ракетного фрегата «Адмирал Горшков» предусматривали выстрелы высокоточными ракетами по фиктивным целям. Но эксперты отмечают, что это была самая большая демонстрация силы за последние, сколько это уже, с какого, с 1962, да, по-моему, года в 90 милях от Флориды за очень много лет. И предоставляет это, несет ли это какую-то угрозу, вот эта демонстрация силы, зачем она сейчас Путину, чего он хочет достичь. Он хочет добиться, чтобы Запад самосдерживался, если мы говорим о помощи Украине, или какая цель? Цель исключительно картинка, и рассчитана она исключительно на Соединенные Штаты Америки, которые находятся в президентской гонке. Ничего другого нет. Цель напомнить, что вот был такой Карибский кризис 1962 года, Кеннеди и Хрущев, что мир стоял в одной секунде, в пяти минутах от мировой ядерной войны, там и так далее. Ответом на это, на все запуски этих ракет является украинский ответ, вот Путину надо спросить, где находится крейсер Москва? Напомните нам, пожалуйста, где находится крейсер Москва. Он находится на дне Черного моря. Вот, и все такие демонстрации, это все вот туда же. Это, вы знаете, такого же типа демонстрации, как парада на Красной площади. Когда у тебя идет война, то твоя эффективность оценивается на поле боя. А на поле боя эффективность показала, что Черноморский флот где находится сейчас? То есть четверть Черноморского флота, а кто-то говорит, даже уже треть, находится на дне Черного моря. А две трети или там три четвертых прячутся в Новороссийске Птуапсе. И боятся оттуда высовывать нос, потому что как только высунуешь нос, опять тебя потопят. Вот на этой неделе там еще было пару суден, которые еще чего-то там пытались сделать. И плюсы вы там долбали еще по паромам, которые ездят по Азовскому морю и так далее. То есть мощь российского флота уже доказана крейсером Москва. И всем понятно, что, в общем, никакой мощи нет. Это просто картинка такая, вот американцев попугивают этим самым карибским кризисом. Потому что, естественно, атомная подводная лодка, сразу россияне оговорились, на ней нет ядерного оружия, на ней нет ракет с ядерными боеголовками. Это абсолютно не карибский кризис. Это абсолютно передислокация ядерного оружия на Куб, потому что это было бы, вот это было бы действительно нарушением всех договоров. Прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, который Путин, кстати, уже нарушил с Белоруссией, перебазировав туда тактическое ядерное оружие. Но тоже это никого не испугало, потому что, в общем, американцы тоже его нарушают, потому что примерно 100 ядерных запасов американских находится, по крайней мере, в пяти европейских странах, где формально оно не должно находиться. То есть оно находится в Турции, оно находится в Италии, оно находится в Бельгии, в Голландии, в Германии. Вот, и все это знают, так сказать, это секрет Палешиной. Вот, поэтому, кстати, на передислокацию путинских тактических ракет ядерных в Беларусь никто и не отреагировал, потому что, в общем, понятно, что нечем... Во-первых, никого не испугало, во-вторых, ну, сами занимаемся тем же самым, поэтому все мы будем там кричать и говорить, ах, он там нарушил договор, мы сами его нарушили. Вот, и поэтому на Кубу они сказали заранее, что никаких ядерных ракет там нету. А если туда просто приплыла ядерная лодка, то это круиз, это круиз, понимаете, это значит просто какому количеству моряков оплатили за государственный счет круиз на Кубу. Красивый остров, правда, там нищие люди, там, в общем, они с голоду умирают, потому что без американских Соединенных Штатов Куба уже, там, сколько уже, 90 лет, даже больше уже получается, там, чуть не 100 лет, скоро 100 лет будет, как живет в состоянии блокады, а это значит, она же, Куба, именно потому и жила всегда, Куба была всегда туристическим местом, куда ездили богатые американцы. И Куба процветала, пока она была туристическим местом, куда ехали и ездили богатые американцы. А потом они сказали, мы сами с усами, нам не нужны богатые американцы, мы можем быть независимыми. Они закрылись и стали умирать с голода, потому что у них нет никаких полезных ископаемых, они не умеют работать, к сожалению. Ну, это проблема Латинской Америки всей, большинства стран Латинской Америки, где нет, кстати, немцев. Вот там, где были немцы в Латинской Америке, там что-то еще работает. Там Боливия, Чили, Аргентина и так далее. А вот где немцы, где есть советы, вот нужны либо американцы, либо немцы. Вот там, где есть американцы или немцы, там все работает. А вот где советы, там ничего не работает. Ну, пригнали эту подводную лодку. Подводная лодка ядерная, если она несет какие-то ракеты, она представляет из себя военную угрозу, если, во-первых, на ней есть реальные ракеты с реальными боеголовками, и, во-вторых, если она находится в глубине пучин морских, и неизвестно в каком месте. Вот у французов есть четыре боевые лодки, которые носители ударного стратегического ядерного вооружения, одна из которых всегда находится в состоянии шести месяцев, в погруженном состоянии, неизвестно ли где. Вот. Вот эта лодка представляет опасность для любой страны, кто пытается напасть на Францию. Потому что неизвестно, откуда к вам может прилететь, потому что из этого подводного положения она может запустить все свои 16 ракет с десятью разделяющимися головными частями, и 160 боеголовок на вас полетит куда-нибудь. Ну, не 160, там, наверное, значит, у французов всего 295, ну, значит, на подводных лодках там 240, если разделить по 60 боеголовок на подводную лодку. Вот. Все это дело полетит на вас и где-нибудь там взорвется. А то, что вы пригнали в открытом плавании, значит, подводную лодку, круиз морской, морской круиз, значит, крейсер горшков, постреляли какими-то этими самыми якобы цирконами. Вот. Ну, мы же это проходили уже, потому что полтора года назад Путин отправлял какой-то такой же крейсер куда-то там в Индийский океан и говорил с цирконами. Вот. А потом сообщение было такое, что были проведены учения, виртуальные учения, где на компьютере поразили все расчетные цели. Вот. Ну, и здесь, значит, тоже поразили все какие-то там, значит, виртуальные цели, которые где-то там чего-то. Вот. Так что это, в общем, смешно, конечно. Вот. И ни на кого серьезных людей это не работает, никакой карибский кризис не состоялся, потому что он мог бы состояться, если бы реальные ракеты с ядерными боеголовками Путин, например, перевел бы на Кубу. И тогда бы это было бы мировой новостью, и тогда бы это было бы огромной проблемой для, прежде всего, для Путин, потому что немедленно было бы созвано Генеральная Ассамблея Организации Одинных Наций, и Россию осудили бы за это официально, и в Совете Безопасности была бы революция и так далее. Ну, а поскольку это круиз такой морской, ну, приехали на круиз. Моряки российские, которые приехали в этот круиз, очень довольны, потому что Куба страна красивая, там красивое море, красивые девушки, красивые там чего-то там соки фруктовые, вот, значит, ром там они делают хороший, потому что кроме тростникового сахара и рома на Кубе ничего не делается. Аж прям позавидуешь российским морякам. Ну, Сергей Олегович, спасибо вам огромное. Сергей Жирнов, специалист международных отношений и спецслужб, колишний старший офицер службы Завнешній Розвитки КДБ СРСР и Россию. З нами был на связку, друзья. Поддержите, пожалуйста, нас лайком, подпиской, и вашим комментарием для нас это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!